Ну какую историю? Помню войну. В начале войны, когда наших ребят взялись в деревню Хутор Озеров. Я могу сказать, это было раньше между Неркигорской и Озеровом балка. Первая балка называлась Лобюд. Ну там этот, Козлятник Рос, Лобюд назвали его. На второй балке жил лесник без жены. Он дружил с нашей деревней, был и Калайжан. Это Калайжан, забыл его как звать. Детей одного самел звать, второго Агаек. Он дружил с ним. Прошло время, когда началась война. Ну я тогда был в Шаумяне, когда началась война. Через котловину обратно, через котловину на подводе дед привез меня в Хутор Озеров. Уже большой был я. Помню очень хорошо эти эпизоды. Привез туда, в общем там. И что вы знаете, один прекрасный день с леса спускается 20 человек бандитов. Ага. Который в армии не хотели служить. Дезертиры. Это дезертиры. Они в лесу были, у них кончились продукты. И тут же была ячейка партийная. Две дяди мои, этот Батаджан, это самый главный был у них. Семь человек. Из них шестеро с Хутора Озерова были. Спустились тоже за продуктами. А тут же этот самый Калайджан передал, что спустились с гор коммунисты. Ага. Передал этому, который лесником работал. Фролов был, фамилия его. Фактически не Фролов, оказывается, был. Он был. Какой-то чин имел. Я не могу сказать, какой чин у него немецкая армия. Ага. Он сколько лет, оказывается, работал разведчиком немецким. Шпион. Шпион. Вот он передал. А нефтегорское было? Нефтегорское. Немцы стояли уже. А Озерами колхозы работали. В тот день как раз мы с этим братом пасли барашек. Брат чуть старше был, я моложе. И начали нас обстреливать, атару. Я не знаю, мы, наверное, сорочки родились. Осколки падали там, тут. Я даже осколки собирал, горячие собираю, блестят. Принес, спрятал. Думал, что они так и останутся. А потом, вы знаете, мы барашек выгнали назад в поселок, тут же машины. Хутор озера, техника зимой и когда даже не могут заезжать. Даже танк не может проехать. Там земля такая, земля, хутор и озеро. Вот так вот, колесо крутится, он липко и забивает. Глина, липкая глина, очень липкая. И вот сухо было все. Мы только спустились на низ, уже перед дедов домом стояли машины, легковые. Пулеметы на них, никого не было. Эти бандиты под забором там сидели около Айжана. Около них, чуть подальше, стоял бурт немецких винтовок. А сами немцы гонялись за нашими барашками, индюками. Убивали и отдав машину грузовую. А легковые стояли, никаких пулеметчиков. Сейчас бы, молодежь, им бы дал бы жару. Пулеметы стояли, никого нету. В общем, обобрали все. Дядька мой один кукурузой был, не выходил оттуда. Поймали, пятерых поймали. А дядька один, Лобьян Арминак, он не выходил из кукурузы. А немцы боялись кукурузу заходить все-таки. И тут что? Нас построили. Пулемет поставили перед нами. На этом озере, обычно, ровного места нету. Маленькое, ровное место. Там на склоне поставили пулемет. А нас построили с этой стороны. Всех собрали в деревню. Он сам бились тогда. Сдался. Нас всех перекинули в Подольскую. Деревню освободили. Калайджан, в общем, наш советский мужик. Он в колхозе тоже не работал. Не помню, чтобы он в колхозе работал или где-то, или общался. С ним очень мало люди общались. Вот этот эпизод помню хорошо, что там вот этот фролов. Оказывается, шпионом работал сколько лет. Никто не знал. Думали, что русский он. Лесником работал один. Там никого не было, только его дом. Это где-то на середине, где-то полтора километра от Нефтегорска и полтора от озера. Вот так вот. Этот эпизод помню. Нас перегнали туда. А потом через месяцев три или четыре разрешили назад прийти. Вернулись мы назад. Немцы на Ишаках. Грязно было. Перевозили эти снаряды. Обратно, когда шли, нас пацанов ловили. Ну, пацанов. Устян Ваник был. Варилджан Аршак. Артём. Я. Еще. Человек шесть-семь таких пацанов нашего этого. Ловили, сажали на своих Ишаков. Спускали до Подольска. Там рычушка была, до Подольска. Переход. До туда, где-то километра полтора-два. Спускали туда Ишаков. Помоем. Нас гоняют назад. Пеший назад идёт. Ну, прошло время. Это, когда мы приехали. Первый раз, видать, румыны были. Они очень грязные, народы румыны. Везде туалеты были, везде обосраны. Немцы пришли, когда уже заставили нам всё это чистить. Немцы чистые были люди, между прочим, я скажу. И не так злые, как румыны. У них были, этот, самые опасные, это, черно... Черные одежды, это... Черных... Черных формах ходили. Вот они опасные были. А остальные, например, я скажу, бахмастер был, работал в складе. Каждый день нам под шинелью приносит булку хлеба. Когда уходил, он пришёл, с моим отцом попрошался и с нами. Если бы не он меня застрелил бы, немцы, он спас меня. Жгли перед тем, как уходить, как сегодня помню этот эпизод. Книги шли, жгли. А тут, значит, склон, сверху дорога, где-то метр полтора высоты склон. Там дорога подводная идёт. А здесь ровное место и дальше склон. Тут, значит, жгут костёр. Откуда эти красные книги в красных обложках? Приносят книжки, жгут книги. Я выхватил одну красную книжку. Немец меня толкнул на этот склон и автомат. И тут же откуда возьмись этот бахмастер? Видел у него автомат, схватил меня на руки. И, ай да, домой меня понёс. Отец потом рассказывал, сказал, скоро мы уйдём отсюда. Смотрели, чтобы не выходил он. И так и получилось. Через два дня они ночью ушли. Но в это время, когда они жили, у нас были ещё русские, немецкой форме. Русское отделение было десять человек. У деда дом очень большой был. Восемнадцать на двенадцать. Четыре комнаты. Вот там в одной стороне немцы жили, в другой. Мы жили и этот самый. Эти десять человек в нашей стороне жили. Каждый раз они уходили в бой. Вертались назад. Одного-двух не хватает. Они шли сюда. Рыжет же немцы не попались, не смогли войти. Ни Рыжет, ни Кушинку. Этот Малхосян был там. В основном Малхосян там орудовал, партизан. И наша армия там была. Один раз запустили туда их и уничтожили. После этого немцы за волшью ворота не рвались. И вот это последний раз, когда уходил их командир отделения. Отцу сказал, отец рассказывал, что я тоже ухожу. Остальные все, говорит, перешли в сторону партизан. Оттуда, видать, в армию пошли или что, бог его знает. Я, говорит, тоже уйду сегодня. Последний раз и два, говорит, бой, я назад не вернусь. И так и он ушел, бог его знает, куда он делся. Известно. Ни духу, ни... А у нас этот был полицай, староста, вернее. Полицай был Саакян Саак. Ага. Моего отца он спас первый раз. У нас же семья считалась партизанской семья. Если бы не староста, нас всех бы уничтожили. Староста у нас был Саакян Саак. После войны он как стал старостом? Он, когда Калайжан хотел старостом, вот это предатель, что я говорил, Калайжан. Он хотел стать старостом, а Саакян Саак говорит, меня в Союзе посадили 10 лет дали. Я хочу быть старостом, чтобы отомстить. А бог его знает, он действительно был или оставленный был. Это никто не знает до сих пор. И его нету. Сейчас же, чтобы у него спросить. Он многих спас. После войны его забрали. Черниговскую привезли. Тогда районный центр стал Черниговским. Привезли в тюрьму. Ну, 10 лет давали после войны. У которых это ловили. Деревня вся пришла, освободила его. Не дали спасающих. Потому что он деревню полностью сохранил. Никого не дал в обиду. И еще, по-моему, это, оказывается, у него под домом был советский офицер. Раненый был. Он его спас тоже. Раненым провел. Под домом подвал было. В подвале держал. КОНЕЦ Продолжение следует...